Добрый день. Не столько коммунальщики, сколько Харьковский горосполком. Потому что здесь прослеживается совершенно коррупционная связка, о которой я уже говорю не один год. Это Харьковский горосполком, судьи города Харькова. Сейчас подключился к этому делу еще и апелляционный суд. Раньше были только суди судов первой инстанции. И КП Жилкомсервис. Всем известная паразитическая структура. С чего все началось? 28 июля этого года я получил на почте вот такую вот рваную бумажку под названием «Судебная повестка». Вот я демонстрирую, что она рвана. Я ее из конверта-то в таком виде и вынул. На ней нету ни моего адреса, ни в качестве кого меня вызывают. На конверте и вот здесь написано «Апелляционный суд Харьковской области». Номера дела тоже нету. Вот этот номер, который вы видите, это непонятно что. То ли порядковый, то ли еще какой-то проставленный. Неизвестно. И якобы судья Коровин, потому что подписи тоже нету. Корешок этой повестки тоже отсутствует. То есть это говорит о том, что на этом корешке подделана моя подпись и дата. 28-го числа, я еще раз повторяю, я ее получил. И этой повесткой меня вызывали в судебное заседание, которое состоялось утром 28-го часа. То есть приходите вчера. Я написал соответственно, да, сначала я полез в Державный реестр судовых решений. И забил вот тот номер, фамилию судьи, ну то, что полагается. На вот этом Державном реестре внизу напечатано. На ваш запад незнайно-нажетного документа. Спробуйте изменитые пошуковые параметры. Меняли пошуковые параметры, я просто не принес всю эту кипу, я принес только один. Ничего, никаких следов данного дела нету в Державном реестре судовых решений. После чего я пишу соответствующее заявление в апелляционный суд Харьковской области на имя судей Коровина. Естественно, номер дела я не указываю. И 29-го числа с утра отношу его туда, в апелляционный суд. Мне ставят штамп на нем, и я спокойно ухожу. После этого наступает тишина. И эта тишина продолжалась до 19-го сентября этого года. Извините, до дня 19-го октября этого года. Когда я получаю из уже Дзержинского районного суда повестку о том, что по исковому заявлению КП «Жилкомсервис» назначено судебное заседание на 9 ноября. Уже на этой повестке стоит номер дела и все остальное. 24-го сентября я немножко перескочил. Мне в почтовый ящик без конверта, без ничего, вот в таком вот виде, я принес оригинал, разворачиваю, подбрасывают копию копии решения апелляционного суда. Вот это пометки мои, о том, что у меня подброшено в почтовый ящик без конверта. В котором идет речь о том, что оказывается КП «Жилкомсервис» подал апелляционную жалобу на решение Дзержинского районного суда. И эта апелляционная жалоба удовлетворена. Когда я начинаю ее читать, то оказывается, что судья апелляционного суда Коровин, который фигурирует здесь в этой повестке, руководствуясь положениями законодательства СССР, подчеркиваю, СССР, вынес вот такое вот решение. В частности, фигурирует, что моя квартира, оказывается, это государственный жилой фонд, что мой дом, где я проживаю, это якобы коммунальная собственность, что у нас есть, оказывается, прописка в государстве о том, что КП «Жилкомсервис» завладел моей собственностью. Все это ордер на квартиру. И ей воспользовался, моей собственностью. Ну, по сути дела, украл и воспользовался. Ну и всякие такие. Но, что самое интересное, оказывается, что в моей квартире проживает некая гражданка по фамилии Просол. Проживает, подчеркиваю. Одна пока. Когда я начинаю разбираться с бумагами уже из Дзержинского районного суда, то на повестке фигурирует только одна моя фамилия. Естественно, я пишу заявление в Дзержинский районный суд о том, что одной повестки недостаточно, а как полагается по ГПК, мне обязаны прислать исковое заявление, ухвалу суда, предлагаемые документы и так далее, и тому подобное. И отношу это все в Дзержинский районный суд. 20... 19-го... Извините, уже в датах начинаю путаться. Так, да, 28-го. 28-го октября я получаю вот такой пакет документов уже. Вот оно лежит, из Дзержинского районного суда, где уже написаны две фамилии, вот Гаевский и Просол, это сопроводительное письмо. Дальше, ухвала от 25-го выросня 2015-го года, то есть 25-го сентября 2015-го года. Напоминаю, что вот эта бумажка о решении апелляционного суда была подброшена мне в почтовый ящик 24-го сентября. Значит, 24-го сентября мне в почтовый ящик подбрасывается вот это якобы решение. А 25-го судья Дзержинского районного суда Гайдук открывает производство подделок по исковому заявлению КП жилком сервисе. В этой ухвале ни слова не говорится о том, что истец обращался в апелляционный суд. И вообще, что там идут какие-то между ними дела. Когда я начинаю читать исковое заявление, то опять здесь вижу ссылки на законодательство СССР. Ну, в частности, квартирная плата, это плата за коммунальные послуги в будинках Державного и Громадского житлового фонда. Такого в Украине уже нет. Вносятся щомесяц строки, встановленные Радою министром Украинской РСР. Где наша Рада, где Украинская РСР. Ну и так далее и тому подобное. Опять идут здесь ссылки на украинское законодательство. Расписывается представитель КП жилком сервис, некий Мартынинко. Но печати по исковым заявлениям нет. То есть его фамилия не заверена печатью, как обычно полагается. Если представитель представляет юридическое лицо. Насколько мне известно, КП жилком сервис, лицо юридическое. Далее. Раз это представитель, значит данный представитель должен иметь доверенность. Да, лежит. Вот доверенность в таком вот виде. Выданная сразу на трех человек. Якобы доверенность. Где написано, что данные лица, которые вот тут перечислены, являются должностными лицами КП жилком сервис. То есть это нарушение. То есть это какие-то посторонние люди. А вот они здесь вот перечислены. Кто они? То есть с улиц какие-то ребятки собрались. Причем малолетки, судя по их паспортным данным. И самое интересное, под подпись, заверяет их подписи, директор, написано, директор КП жилком сервис Яковлев. Данное лицо устранено от должности. Это решение сессии городского совета от 26 июня 2015 года. Было там заявлено и мэром, и всеми остальными. Получается, что данная доверенность уже не имеет никакой юридической силы. Из этого вытекает следующее, что судья Зержинского районного суда открыло производство по делу, по подделанным каким-то непонятным документам, по личной, я так понимаю, или устной просьбе, или телефонному звонку каких-то непонятных лиц. Когда я дальше начал рассматривать, то здесь уже фигурирует опять все та же просол. Но если в ухвале апелляционного суда она одна, то вот в этой знаменитой справке жилком сервис, которую он выдает сам себе, в этой справке написано, что гражданин жилком сервис живет в моей квартире. Как давно? Постоянно. А определенная надоестность? Нет, вот я читаю, потому что я понимаю, да, дана гражданину КП жилком сервис в том, что он в дужках, она проживает и прописанное место Харьков по улице 24 серпня, будинок номер 44, квартира 26, яка складается, ну и пошла эта вся. И проживает, да, и квартира, квартира державна написана. А у вас квартира приватизирована? Нет, согласно решению, мы потом вернемся к этому вопросу, чтобы сейчас не отвлекаться. Но уже у всем жилому промещене проживает четверо членов семьи, подчеркиваю, семьи у меня нет, я один. Но здесь уже четыре. Далее, фигурирую я, фигурирует вот это просо, якобы дочь, уже написано дочь, утвердительно. И двое малолетних детей, внук и внучка. То есть было один, стало три. Как взыскать с меня задолженность за якобы какие-то непонятные долги. Ну это мы опять еще. И прикладываются в качестве документов копии обрывков документов советского образца. Ну вот они, поквартирная там, карточка прописки и так далее. Причем, что интересно, у меня действительно была дочь, ну есть дочь, которая ушла. Мы с ней расстались в 97-м году и по сей день мы, я не знаю нигде, мы с ней отношения не поддерживаем, чтобы было сразу ясно с ней с ней. Так вот в ордере написано правильно, Гаевская и М, дочь. А уже вот в этих документах, так вот написано, допустим, Гаевская, Гаевская перечеркнута и на полях написано от руки просол. Каких-то два номера мобильных телефонов непонятных лиц. То есть внесено же исправление от руки. Как они сюда попали, почему это. И жена, которая фигурирует в ордере. А ордер был выдан 30 августа 1982 года. Так, ну жена уже в этих документах не фигурирует. Далее, если говорить там, допустим, о прописке, которая была в советские времена, то вот здесь стоят почему-то данные моего советского паспорта, советского, подчеркиваю, не украинского. Я специально сверил, у меня осталась копия еще советского паспорта. Откуда они его взяли и как они сюда попали. И далее жена уже пропала. То есть ее, она уже здесь нигде не фигурирует, а фигурирует вот эта вот якобы дочь с какими-то якобы внуками моими. Значит, суть всего этого дела какая? Они говорят, ранее, значит, происходило следующее. Мне давали сведения о том, что на моей жилой площади или в моей квартире якобы зарегистрировано вот это лицо. Зарегистрировано. Я очень долго выяснял, как, каким образом, почему, почему, без моего ведома и таким образом. Теперь эта регистрация, термин регистрация убирается, и появляется термин проживает. Через апелляционный суд они уже провели проживает. Вот я на что упор делаю. То есть в решении апелляционного суда уже фигурирует термин проживает, не зарегистрировано. Если сейчас Дзержинский районный суд то же самое применит вот такую формулировку, не зарегистрировано, о проживает, то получается, что действительно уже не только Просо, а и два малолетних каких-то ребенка проживают, ну якобы проживают в моей квартире. Далее прослеживается совершенно четкий сговор между данной гражданкой и сотрудниками Харьковского горысполкома. Я говорю это совершенно четко, потому что доказательства у меня на бумагах на лицах, на бланках Харьковского горысполкома, где директоры департаментов Харьковского горысполкома нехорошковый китанин, в ответе мне утверждают, что в моей квартире зарегистрировано вот это лицо. Но они пишут, что зарегистрировано. Значит, они через суд хотят ее легализовать вместе с детьми. Вот эти телефоны, номера телефонов, там написаны только имена Инна, но Просол тоже Инна. Значит, подслеживается сговор между Харьковским горысполкомом и данным лицом. Ну, дальше, наверное, рассказывать не нужно, на манипуляции уже всем понятно и известно. Далее, в чем состоит еще интересность моментов? Дело даже не столько во мне, и скорее не во мне, а в общей, так сказать, картине. Очень многие пенсионеры наши, так, и люди, инвалиды проживают в больших квартирах. Родственники поумирали, и таким образом, такие вот престарелые люди занимают большие квадратные метры. То есть, это одна из схем отбора жилой площади у престарелых и фактически беззащитных людей. Как эта схема осуществляется? Подается иск в суд первой инстанции, дальше судья первой инстанции по надуманным причинам, а я уже выяснил, по надуманным причинам, этот иск не рассматривается. Истец идет в апелляционный, там послушный судья выносит соответствующее решение, обязывая суд первой инстанции рассмотреть данный иск. А дальше судья первой инстанции начинает говорить, ну я же все сделал, у меня вот есть указания апелляционного суда. Поэтому я выполняю решение апелляционного суда. И все. То есть, получается, в квартире появляется какой-то человек, посторонний совершенно. Далее продолжение этой истории. Когда я начинаю выяснять отношения уже с Дзержинским районным судом, и прихожу, да, я же вижу по документам, что здесь не полный пакет документов. Когда я пришел в суд в Дзержинске, написал заявление о том, что прошу выдать мне на руки дело для ознакомления и посмотреть документы, копии документов, которые их не достают, то мне отказали. Я зашел в кабинет к судье Гайдук, там сидело два человека, женщина и молодой человек. И мне было отказано. Естественно, я написал соответствующий информационный запрос уже на имя председателя суда. Это было 29 октября. О том, что произошла такая история. Я попросил дать мне ответ в установленный срок. Срок 5 дней информационный запрос. Сегодня у нас 6 ноября. Никакого ответа из Дзержинского райсуда, председателя его, я не получал. Напоминаю, что вот это якобы судебное заседание должно состояться 9 числа. В ухвале в этой, которую я получил 28 числа, я подчеркиваю, написано следующее. Открыть проведение по указанной справе предупречения до 9-го, 10-го. И естественно, прийти в судебное заседание 12-го, 10-го. То есть, я так понимаю, что судья Дзержинского суда Гайдук уже запуталась. То она меня ухвалой вызывает на заседание 12-го октября, теперь она мне присылает повестку на 9-е ноября. Документы перепутаны. Вот пойду, я законопослушный гражданин, я подготовил соответствующие бумаги, их уже туда отдал, ну, запореченные и так далее. Вот теперь пойду 9-го числа, как мне предписывает повестка присланная мне, и я за нее расписался, вот пойду выяснять, а что же имели в виду суди наших судов, апелляционного, Дзержинского и так далее. В том числе КП Жилкомсервис. Николай Курченко, уточните, судейство по какой статье будет рассматриваться дело? Что-что? Дело по какой статье будет рассматривать дело? Суть претензий следующее. Суть претензий следующее, что совершенно непонятная какая организация, потому что документы не приложены, что Жилкомсервис зарегистрирован и так далее. То есть получается, что документы поданы. От неустановленного лица Жилкомсервис ничем не подтвердила свои полномочия. Как это положено. И поданы лицом, которые неуполномочены это делать. Потому что доверенность недействительная. Почему я и сказал, что судья, по сути дела, открыла производство по делу на основании искового заявления, там где идут ссылки на советское законодательство, у неустановленного лица и принялого лица, который неуполномочен на это делать. Значит, как? По устной просьбе. Я делаю вывод, что это было сделано по устной просьбе. Чьей-то. И еще раз, которые не правы, точнее, Вашу дочь зовут Инна или Инна? Мою дочь, да, звали Инна. Вы не допускаете, что она могла выйти замуж, и была ли она у вас зарегистрирована и прописана в квартире? Я это допускаю, но в ордере написано следующее, что вот эти три лица, Гаевский, МП, наниматель, Гаевская и Г, жена, Гаевская и М, дочь, прописанный, подчеркиваю, я пользуюсь сейчас советской терминологией, 20 августа 1982 года. А вот это самое просол, там, где Гаевская перечеркнуто, и написано просол на полях, уже зарегистрировано в 1993 году. Да, могла, но опять же, зачем мне строить гипотезы? Я руководствуюсь только фактами, которые вот я имею. То есть у вас была прописана? Естественно, потому что на момент, когда я менял квартиры, это по обмену получено, там он на ордере даже стоит, обменный, тогда я на Павлово поле, тогда из этого, кстати, района, я здесь жил, я переезжал по обмену. Естественно, что тогда у меня на тот момент, на август 1982 года, у меня была семья, которая потом исчезла. Я вам еще раз, после следующего вопроса, вы видите все-таки статью, что они хотят? Они хотят, чтобы этих людей там не прописали? Нет, нет, там хитро, это не статья. Я беру вот исковое заявление. Просим осуд стягнути, солидарно подчеркиваю, с Гаевского Михаила Петровича, это просол Ины Михайловны, на користь коммунального предприятия, это жилком сервис. Заборгованность с утримания будинки Виспарута при будинковых территориях станем на 01-06-14-го року в размере 4224 гривни, 80 копеек. Просто стягнути, солидарно. Ну а вы действительно не оплачиваете, вы не считаете, что нужно оплачивать службу из жилком сервис? Правильно? Жилком сервис никакого отношения к жилым домам, многоквартирным города Харькова вообще, и к моему в частности, не имеет. Вот эта вот услуга, которая написана «Утримание будинки Виспарута», согласно решению Харьковского горосполкома от декабря 2006 года номер 1186 выполняет совершенно другая организация. под названием «Харьков Благоустрия». Михаил Петрович, вы подозреваете, что вам могут кого-то подселить вот эту пособу? Да. Да. То есть у меня существуют вполне обоснованные опасения, что в решении, я говорю, в решении апелляционного суда уже есть, что живет, но одна. А если будет, допустим, дальше разбираться, то может в решении Дзеринского райсуда, уже появится, живет, уже три человека. То есть не просто стернуты, но и... В решении появится, что живет, все. Есть документ с печатью, что живет. Ну, а дальше там солидарно. А почему я должен, собственно говоря, платить за какого-то взрослого человека, если он дееспособный? то есть неспособный. Коллеги, еще есть вопрос, уточнение? Можно вопрос? Да, пожалуйста. А какие вы видите, не знаю, средства решения, возможно, то есть, только пропасть, а немножко там, путем любит учения общественности, почему-то, время на самом деле. Не вполне понял ваш вопрос. То есть, ну, как вы видите пути решения? Да, пути решения. Что я написал в своем заявлении об этом, да? Я написал следующее. Есть возражение такой документ, который называется запорачивание на позов или возражение на иск. Так вот, в таком документе, который я написал, там следующее, о том, что КП Жилконсервис отказать в полном объеме и второе, вынести суду, вынести определение и передать материалы дела в правоохранительные органы для привлечения представителей КП Жилкомсервис и должностных лиц, которые там справки вот эти выдавали, к уголовной ответственности, потому что вот эти все действия попадают под действия сразу пяти статей Уголовного кодекса Украины. Это подделка документов и так далее, и тому подобное. Разглашение моих персональных данных без моего согласия и без моего ведома, потому что здесь разглашены мои персональные данные. Никакого уведомления из организации о том, что кто-то требовал мои персональные, запрашивал мои персональные данные, кому-то выдавались. Их нет. Что из этого выходит? Что судья, когда выносил вот эту ухвалу, да, вот в этой ухвале, ухвала или определение об открытии производства по делу. Это решение. Это один из видов решения суда. Так вот, получается, что уже в самом решении недостоверная информация. Потому что нету, тут написано, что просол, да, просол не живет, никогда не жил в моей квартире. Дальше суд не выяснял, живу я там или нахожусь в этой квартире. Документы, которые подтверждал, что я действительно живу в этой квартире или нахожусь по этому адресу, у суда нету. Далее идут ссылки на советское законодательство. Вот и получается, что судья уже в решении в своем указал ложь. То есть, вот этим вот решением, ухвалом, вынесено неправосудное решение с самого начала. В самой, еще раз поясняю, в самой ухвале про открытие впроваживания по справе уже указана ложь. И которая дальше начинает идти по нарастающим. И как вы не готовите отдельный иск? А зачем? Не нужно? Нет, пока я не вижу в этом никакого. Я подготовил еще заявление. В рамках избирательства? Да. Я теперь подготовил документы, заявления на отвод судей. Потому что по моему и по нашему мнению, тем, с кем я консультируюсь, такой судья или такая судья не имеет права вести дальше дело. Потому что сразу видно, что данный судья заинтересован в исходе дела. это начало заседания 9 ноября в 11.30 в Зижинском районном суде на втором этаже. Как они собираются это все делать, я не понимаю. Я уже начинаю повторяться, потому что еще раз говорю, что истец в Жилкомсервисе никаких документов о том, что это реально существующая организация не предоставит. Я не только думаю, я в этом уверен. и вот почему. В апреле месяце в Зижинский районный суд я подавал 4 иска. Два, которые касались повышению тарифов на электроэнергию и газ, где ответчиками у меня были Национальная комиссия Шестидентная Держа на регулирование сфориэнергетики и коммунальных послуг. И третьим лицом был ВОВК, председатель этой комиссии. В первом варианте у меня было два третьих лица. это ВОВК и Петр Алексеевич Порошенко. У меня эти иски никто не принимал. Потом мне сказали, чтобы я убрал Порошенко. Когда я Порошенко убрал, эти иски у меня приняли. еще два иска касались тарифов на тепло и на горячую воду Харьковских тепловых сетей. В исковых требованиях я требовал, чтобы запретить Харьковским тепловым сетям КП, ХТС выполнять решение НКР и КП, поскольку расчет тарифов, которые произвели Харьковские тепловики, сфальсифицированы. Все эти четыре иска рассматривались в Дзержинском районном суде. Первый из них попал в Киев. Это был апрель месяц. Второй остался в Дзержинском районном суде. Я получил по нему отказ. И по тепловым сетям тоже остались в Дзержинском районном суде. Это первая половина мая. Из Дзержинского районного суда по Харьковским тепловым сетям мои административные иски рассматривала судья Дзержинского районного суда Штих. Вот что напишет. Судею встановлено, что позовная заява подана без додержания вимог выкладенных и перелик иди. А саме у позовной заяви не назначены номеры засоба связка позывача. Это получается, что я в исковом заявлении не указал своего адреса и телефона. Адреса электронной почты. У меня ее нету, я как физическое лицо выступаю. Позовная заява не местит змисто позовных вимог згідно с частинами 4-5 статей 105 кодексу административного и выклад обставин, которыми позовач обгрунтовывает свои вимоги. Ложь. Потому что в исковом заявлении все изложили. Все сослалось. Ну и требования платить. Но данные иски, согласно закону Украины про судебный сбор, такие иски не оплачиваются. Дальше мою заяву, административный позов, судья Штих залишает безруху до усунення недоліки. Когда я написал, что недоліки я отстранять не буду в связи с тем, что я так сказал, вона повернула мне всю позовную заяву без розгляду. Что делает Киев, когда попадает в административный суд вместо Киева? Сначала мне судья этого судья Федорчук присылает вот такую бумажку, которая должна якобы служить повестка. Тут так и написано, что это повестка, якобы повестка, хотя повестка имеет совершенно другое вид. А дальше написано, да, с нарушением сроков. Он меня приглашает в судебное заседание, которое состоится 13 лыпня, 15 уроку, об 12 и 40. А я получаю это накануне. Как я доберусь до Киева, может, на вертолете, на самолете, не знаю. И вытруднение от позывателя, то бишь от меня, власное письмовое подтверждение того, что в проведении государственных судей Украины або иншого органа, который в межах своей компетенции вырешивает спор, не мая справа с спором между сторонами про тот же предмет и с тех же подстав, то не мая решения с такими органами с такими спорами. То есть от меня требуют письменное подтверждение, что я больше никуда ничего не подавал. Зайди в державный реестр и посмотри, подавал или не подавал. Как я могу дать все оригиналы доданных до позовной заявки документов або письмовые пояснения за значением поважных причин их отсутности. У меня не было никаких доданных документов. Приняты притянуто заверши. Письмово правовое обгрунтование позовных вимог с посыланием на конкретные нормы чинного законодавства Украины, которые регулируют спирные отношения. Все это у меня в иском заявлении указано о том, что на указанной статье закон о жилищно-коммунальных услугах и закон это европейская социальная хартия это европейский закон, который Украина ратифицировала. Я что должен быть оригинал конституции подкладывать суде Федорчукова. Законы эти все. То есть вот это все за уши притянуто. Написал, отправил, получил вот такой вот ответ без печати тоже самая повестка тоже якобы повестка видите печати нет ничего нет вот такой вот документ. Напоминаю все эти события происходили в апреле первой половины мая этого года а 25 мая как следует из даты исковое заявление а нет извините 14 мая 14 05 жилкомсервис поддает иск до этого я неоднократно через кабинет министра Украины требовал у Харьковского горосполкома дать пояснение почему Харьковский горосполком отказывается выполнять решение Конституционного суда Украины и 382 статью гражданского кодекса речь идет о том что все многоквартирные жилые дома принадлежат тем гражданам которые в них проживают все коммуникации которые находятся в доме тоже принадлежат им внятного ответа от них я не получил на последний уже уточняющий а что же именно я жду ответ уже третий месяц ответа так и нет когда я звоню теперь на горячую линию правительственную мне говорят что вам подготов сформирован видповедь вам сформована 4 сентября вот сформированный ответ на данный момент я до сих пор не получил за за последние 3 с половиной года у меня дома лежат документы которые подтверждают документы с подписями китанина и нехорошего которые подтверждают то что КП жилкомсервис никакого отношения к многоквартирным жилым домам города Харькова не имеет это они сами написали из этого вытекает но платить мы должны поскольку и идут там всякие витиеватые рассуждения господина нехорошка поэтому ваша версия да я в этом не только не только думаю но я и в этом четко совершенно уверен вот этими вот всеми вещами мне просто напросто хотят заткнуть рот чтобы я начал заниматься своими шкурными делами и оставил наконец наших чиновников в покое и дал им спокойно жить и дальше воровать для сведения я уже говорил что жилком сервис никакого отношения к нашим жилым домам не имеет с момента своего действия то есть 1 января 2007 года по настоящий момент у города украдено порядка 900 миллионов гривен каждый месяц КП жилком сервис крадет у города Харькова 22,5 миллиона посчитать это очень легко потому что в их счетах которые они присылают людям на одного человека приблизительно 15 гривен если вы умножите на полтора миллиона то выйдете на ту же цифру которую я вам сказал вот ежемесячно у города Харькова жилком сервис крадет 22,5 миллиона гривен куда попадают эти деньги я считаю что это в карман небритого лица а дальше на эти деньги он себе устраивает вот эти вот послушных судей прокурора милиционера и так далее и вообще в городе Харькове завелась изумительная небритая дрянь которая сидит как нары и пока этот гнойник не будет вскрыт и удален до этой пор в городе Харькове будут происходить всякие неприятности минирования взрывы драки всевозможные другие провокации